дорогие друзья я бы хотел сегодня поговорить с вами о недельной главе торы трума значит трума это на иврите обозначает приношение значит всевышний хочет чтоб у него в этом мире была своя квартира свой дом свой дворец свой храм он принципе обитает везде это понятно но в храме который он приказал нам построить тогда когда мы были в пустыне и который нам только за которыми построим когда придет машер этот храм это дом бога был есть и будет и я хочу подчеркнуть что-то дом бога в израиле не в москве не в нью-йорке и не время а там где живут евреи бог дома там где живут евреи или можно за храм бога там где живут евреи в израиле сталин даже в столице израиля вирус значит в иерусалиме в городе иерусалиме всевышний дает нам инструкции как построить храм в главе трума всевышний дает нам инструкции как построить храм как поносить жертвопоношения в этой голове несмотря на то что в это в этом да и в этой главе это все рассматривается в деталях несмотря на то что сегодня храма нету но мы все равно считаем вникаем в детали как говорится по сегодняшний день уже на протяжении тысячелетий мы пересчитываем это недельную галутор и каждый год я уже сказал до этого поношения на иврите обозначают труму но видим логическую цепочку и тро глава и тро получения торы мишпатин объяснение законов и заповедей его трума это поднятие на более высокую ступень служения всевышнему значит глава торы трума это глава двадцать пятой книги исход которая содержит инструкции данные всевышним моисею относительно сбора добровольных и добровольного здесь ключевое слово добровольных сбора добровольных пожертвований для строительства святилища велико по-другому называется тент тент свидетельства в пустыне хотя английское слово тент это палатка то есть в этой главе подчеркиваются добровольные как я уже сказал добровольные здесь ключевое слово пожертвования значит добровольные добровольные и добровольные здесь ключевое слово эти принципы отраженные в главе трума напоминают о важности открытого сердца и идей добровольного вклада построения мешкана ведь ведь евреи в отличие от других религий никого не заставляют силой принимать его до из наоборот мы даже когда если кто-то хочет понять его до изма отговариваем за нас все на добровольной основе и мало что того что на добровольной стою мы еще как говорится хотим уйду хотим убедиться человек действительно не обманывает не себя не нас он действительно хочет этого нужно иногда мы что-то хотим но мы как бы мы хотим то что нам не нужно вот когда человек хочет принять его доизма вас прошло на тебе надо она тебе нужно если человек нас действительно настаивает что он это хочет тогда мы говорим ему верим вот и приходит приходит процедуру геори становятся и время я к чему это говорю что у нас все добровольно ты поэтому всевышний сказал евреем чтобы принести добровольные пожертвования чтобы это было чистого сердца не под палкой и тогда же наша в наше время значит я хочу провести аналогию с нашим временем наше время возникает аналогия лично у меня какая это с началом строительство третьего храма то есть начало среди соответствует третьего храма должно быть добровольным нам не нам не надо нам не нужно два трума говорится если расшифровать как говорится идею то исходя как говорится из смысл главы трума нам не надо ждать команды если мы этого хотим если это идет от сердца нам надо начинать уже сегодня если мы хотим ускорить приход машеха потому что что говорят любавические евреи они говорят вонт машех нау мы хотим чего машин привел пришел сегодня мы устали ждать мы хотим и вот сейчас его пришел машин то есть этот призыв добровольному приношению чистого сердца этот призыв всевышнего в горе трума добровольному инициативному действию подчеркивает важность личного вклада каждого еврея в создание позитивных перемен то есть решительные шаги сегодня становятся строительными блоками для будущего где присутствие машеха олицетворяет долгожданный период гармонии мира без войн и справедливости то что нам все то что сегодня ну то что сегодня мир хочет вот сегодня у мира жажда мира гармонии справедливости и вот это тоже и вот это то что вы говорите характеризует то что наступит с приходом машеха то есть и огненок волк и лев будут кушать из одной посуды вот там сеном и не бы не будет не будет воин будет мир во всем мире то есть то есть вот этот любавический любавический лозунг вы вон машехнау это не просто лозунг а выражение срочного желания увидеть изменения в мире начиная с нашего сегодняшнего добровольного вклада в благополучное будущее строительство третьего храма сегодня сейчас вы вон машехнау мы устали ждать и и и и и